Программа визита министра обороны Беларуси в Азербайджан довольно обширная. Это и переговоры со своим коллегой, главой оборонного ведомства Закиром Гасановым, и посещение воинских частей, где министрам продемонстрировали ставшие уже легендарными белорусские полонезы и встреча с министром оборонной промышленности страны Мадатом Гулиевым. Насыщенная повестка неудивительно, отмечают эксперты. Потенциал для расширения Азербайджана-белорусских связей в военно-технической сфере достаточно велик. Связывают долгие годы сотрудничества. Что касается военной сферы, то, безусловно, это заинтересованность азербайджанской стороны в белорусских вооружениях, это совместная работа направлена на укрепление безопасности на просторах СНГ. Активно развиваться военное сотрудничество Баку и Минска началось с 2005 года. Это не только закупка вооружения, танки, тяжелая артиллерия, знаменитые ракетные комплексы Баланес и даже авиация, но и модернизация ранее приобретенной техники и обучение азербайджанских офицеров в лучших военных вузах Беларуси. В 2018 году Азербайджан стал крупнейшим покупателем военной продукции в Беларуси, опередив Россию. А совсем недавно Минск вошел в топ-20 самых крупных поставщиков оружия в мире. За последние 10 лет только Азербайджан закупил у Беларуси военную продукцию на сумму более 500 миллионов долларов. У нас, можно сказать, во всех родах войск можно найти белорусскую продукцию. Победа Азербайджана в 44-дневной отечественной войне доказала мощь азербайджанской армии. Стратегии ведения войны изучаются ведущими военными экспертами. С этой точки зрения обмен опытом, совместные проекты и даже учения также являются перспективными направлениями сотрудничества. В Беларуси, являясь членом ОДКБ, очень важно Азербайджану, чтобы именно со страной, являющейся членом ОДКБ, у нас были такие тесные дружеские связи. Долгое время Азербайджан был одним из основных покупателей у Минска вооружений и военной техники советского выпуска, оставшихся в наследство от краснознаменного белорусского военного округа. При этом после победы Азербайджана в отечественной войне Баку может быть не столь заинтересован в закупке новых видов вооружения, сколько в усилении собственного военно-промышленного комплекса. В этом опыт Беларуси, у которой, к слову, после развала Советского Союза осталось неплохое наследство в виде различных заводов военного назначения и, самое главное, отличных специалистов, может как раз быть предметом активных обсуждений, что и подтверждает встречи, проведенные в Баку. Медина Гурбанова, СБС Медина Гурбанова, СБС Медина Гурбанова, СБС Медина Гурбанова, СБС Медина Гурбанова, СБС